Добрый день, в столице полдень. О главных событиях данному часу рассказывают корреспонденты телеканала Хабар 24 в студии Патагос Саркулова. Всех прибывающих в Казахстан из Индии теперь ждет обязательный двухнедельный карантин, вне зависимости от результатов ПЦР-тестирования. Изоляции на дому подлежат даже вакцинированные граждане. Об этом сегодня на заседании правительства заявил глава нашего Минздрава. Отмечу, прямых рейсов с Индией пока нет, поэтому новое постановление касается всех, кто возвращается из этой страны через третьи страны. Индия занимает второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом. В день там регистрируют свыше 350 тысяч новых заражений. При этом индийский штамм COVID выявлен уже более чем в 10 государствах. Между тем, за прошлые сутки наша республика приняла еще 20 международных рейсов из Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Белоруссии, Грузии, Турции, России, Узбекистана и Кыргызстана. И сегодня же Алексей Цой рассказал, в каких регионах Казахстана отмечена высокая занятость коек в стационарах. В инфекционных отделениях столицы, Алматы, Хзлардинской и Алматинской областей они заняты более чем на 56%. Реанимации столицы и Западно-Казахстанской области заполнены более чем на 62%. Отмечу, согласно матрице Минздрава, в зоне высокого риска по темпам распространения коронавируса сейчас находится 9 регионов. При этом за прошедшую неделю в стране отмечается снижение заболеваемости ковидом на 2%. На этом фоне в профильном ведомстве согласились на ослабление ограничений для работы кафе на открытом воздухе. Введены новые критерии, по которым летним кафе в красной зоне разрешили работать с 9 утра до 8 вечера, в желтой зоне с 7 утра до полуночи. Если же регион находится в зеленой зоне, летние площадки могут быть доступны до 2 часов ночи. Тем временем в Казахстане продолжается иммунизация населения. По данным Минздрава, на сегодня полностью привиты свыше 347 тысяч человек. Это те, кто получил оба компонента. Точные данные сейчас вы видите на своих экранах. Их опубликовали на официальном сайте Минздрава Республики по состоянию на 3 мая. А вот первый компонент получили свыше 1 млн 422 тысяч человек. Уделить особое внимание вакцинации сельских жителей рекомендовал сегодня премьер-министр страны Оскар Мамин. Поручил в мае обеспечить вакцинами свыше 2 млн казахстанцев. Между тем, для тех, кто уже прошел полную процедуру иммунизации, в стране снят ряд ограничений. Об этом сегодня сообщил глава Минздрава. По его словам, получившим оба компонента от COVID-19, больше не требуется ПЦР-тест при любых видах госпитализации. Справку не будут требовать и у вахтовых работников, студентов медицинских вузов и колледжей, а также у медиков после отпуска или больничного. Другим темам. 12 млрд тенге убытков понесли по предварительным подсчетам казахстанские авиакомпании за первый квартал года. Данные озвучили в Комитете гражданской авиации. По словам специалистов, восстановление отрасли после тяжелого 2020-го происходит медленно. Напомню, в прошлом году общие потери воздушных перевозчиков из-за приостановления полетов превысили 350 млрд тенге. На сегодня внутренние маршруты в целом восстановлены, однако по международным направлениям авиакомпании выполняют чуть более 23% от прежних объемов. Для перевозчиков это серьезное испытание. Так, с падением выручки на 53% завершила прошлый год Иерастана. Пассажиропоток сократился на 27%. Убытки компании «СКАД» составили 12 млрд тенге. Число их пассажиров сократилось более чем наполовину. Ситуация постепенно меняется. С января отечественные авиакомпании уже перевезли около 2 млн пассажиров. Однако о росте выручки на 36% пока заявили только в «Хазак Эйр». Связывают это в первую очередь с тем, что «Лоукостер» выполняет лишь внутренние рейсы. Рассчитывали, что введенный режим открытого неба будет привлекать для нас новые авиакомпании, будут открыты новые маршруты. То есть режим снимает все ограничения по количеству рейсов для иностранных перевозчиков. Однако, к сожалению, в связи с ковидом, мы наблюдаем, что в настоящее время из допандемийного периода у нас было порядка с 26 странами авиасообщения, 99 маршрутов, 440 рейсов в неделю. В настоящее время мы видим, что у нас только возобновлено с 13 странами, по 36 маршрутам и 104 рейса в неделю. Сейчас о ситуации с коронавирусом в мире. Число подтвержденных случаев COVID-19 превысило отметку в 150 миллионов человек. Больше всего зараженных зарегистрировано в США, Индии и Бразилии. Жертвами коронавируса стали свыше 3 миллионов 200 тысяч человек. Особенно сложная ситуация сейчас в Индии. Темпы вакцинации в стране не очень хорошие. Она приостановлена из-за нехватки препаратов. Кроме того, там отмечается дефицит медицинского оборудования. Минувшие выходные в стране было подтверждено больше 400 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. По нашим оценкам, в будущем году нам будет необходимо дополнительно 35 до 45 миллиардов долларов, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире. На 10 дней приостановили вакцинацию против коронавируса в бразильском Рио-де-Жанейро. Накануне горожане, привитые первой дозой китайского препарата от компании Синовак-Биотек, не смогли получить второй компонент из-за его отсутствия. Сообщается, что всему виной задержка поставок сырья из Китая. Похожая ситуация наблюдается и в других крупных городах. Отмечу, почти 15% населения Бразилии получили первую дозу вакцины против COVID-19. Все плохо, система не работает. Но я надеюсь, что я все же получу вторую дозу, пока не стало поздно. Очень печально, так как это задерживает вакцинацию. А вдруг кто-то заразится до того, как успеет получить вторую дозу. А в США могут начать вакцинировать подростков препаратом компании Pfizer и BioNTech. Об этом пишет New York Times. Компании направили запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Ранее разработчики сообщили, что вакцина показала 100% эффективность среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Ожидается, что регулятор может одобрить заявку компании уже к концу этой недели. Отмечу аналогичный запрос. Подали в Европейское агентство по лекарственным средствам. И еще о событиях в мире. Во второй раз в Германии отменили известный фестиваль Oktoberfest из-за пандемии коронавируса. Новость жителей баварской столицы расстроила. Но к новым мерам они отнеслись с пониманием. Хозяевам же пивных палаток снова придется ждать. На сегодня в Германии вакцинировали почти треть всех жителей. Отмечу, ежегодно на праздник в Мюнхене собирались почти 6 миллионов человек. Oktoberfest в этом году планировали провести с 18 сентября по 3 октября. Я все свои надежды возлагаю на 2022. Или, может быть, в этом году мы сумеем заработать с отелями и ресторанами. Летом и зимой, если туристы вернутся. 42 мигранта были спасены у берегов испанского острова Гран-Канария. Дрейфующее судно было замечено сотрудниками береговой охраны. Среди спасенных 18 женщин и трое детей. Сейчас нелегалы доставлены на сушу. Сообщается, что некоторым из них потребовалась медицинская помощь из-за долгого пребывания в море. Отмечу, по официальным данным число нелегальных мигрантов, пребывающих на Канарские острова, выросло 8 раз с 2019 года. Такой наплыв связывают в том числе с эпидемией коронавируса. По информации экспертов ООН, в прошлом году при попытке пересечь Атлантический океан погибли больше 100 мигрантов. По меньшей мере, 15 человек погибли. Еще около 70 получили различные ранения при аварии на одной из веток метрополитена в столице Мексики. Как сообщают СМИ, во время движения состава рухнул мост. Поезд упал на припаркованные под эстакадой автомобили. Очевидцы происшествия поспешили на помощь пассажирам, оказавшимся в ловушке. На месте инцидента продолжаются спасательные работы. И вернемся к событиям в нашей стране. Свыше 26 тысяч человек переехали из так называемых трудоизбыточных южных регионов на север Казахстана. Переселенцы уезжают по программе «Янбек». Какую поддержку получают люди, решившие сменить место жительства, узнавала Нургуля Ахметова. Семья Куатовых на север Казахстана переехала из города Арыси, Туркестанской области. Сейчас живут в селе Подгорном. Это недалеко от Петропавловска. Занимаются подсобным хозяйством. Выиграли грант и на эти деньги приобрели коров, которые уже дали приплод. Коровы на выпасе сейчас. Вечером пригоняем, доем, молоко сдаем. Хотим развиться. Построить здесь сарай побольше. И еще скот приобрести. В новом доме у Читы Куатовых родилась дочь. Назвали ее Козаим. Теперь у супругов четверо детей. Их соседи тоже приехали из Арыси. Сейчас в Подгорном строится целый микрорайон. Для тех, кто хочет переселиться сюда из южных регионов. С начала текущего года в область прибыло 147 семей. 471 человек. Все данные семьи включены в квоту. Из прибывших 471 человека, 221 человек трудоспособного возраста. 231 ребенок, 8 студентов и 11 пенсионеров. С 2017 года, по данным Минтруда, в северные регионы страны переехали свыше 26 тысяч человек. Переселившимся из трудоизбыточных областей, жителям оказывают государственную поддержку. Со стороны государства, участникам программы Янбек, переселившимся из южных в северные регионы, выплачиваются субсидии 35 МРП, а также от 15 до 30 МРП, материальная помощь для оплаты арендного жилья. Ожидается, что до конца года только в Североказахстанскую область из трудоизбыточных регионов страны переселят около 700 семей. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Хабар-24, Североказахстанская область. И новость, которую мы не можем не поделиться. Главный редактор телеканала Хабар-24 стал лауреатом международной премии. Наш коллега Жасенбергенов признан победителем ежегодного национального конкурса в области журналистики «Золотое перо». Церемония награждения проходила в Узбекистане. Церемония награждения одной из самых престижных премий в области журналистики прошла уже в 15-й раз. Каждый год обладателями «Золотого пера» становятся лучшие представители сферы масс-медиа. В этом году награду удостоился и главный редактор Хабар-24 Жасенбергенов. Сегодня лауреатами премии стали четыре иностранных СМИ. Среди них и главный редактор телеканала Хабар-24. Стоит отметить, что он стал первым казахстанским корреспондентом, удостоившимся столь высокой международной премии. За это время он успел осветить самые актуальные и острые темы. Одним из первых казахстанских журналистов он сообщил о прорыве дамбы Сардабинского водохранилища и пострадавших жителях. А в период пандемии поднимал проблему скопления трудовых мигрантов на казахстанско-узбекской границе. Казахстан, особенно за последние пять лет, для казахстанской аудитории стал очень интересным, потому что здесь после смены власти большие экономические преобразования, реформы в разных отраслях экономики страны. Есть еще ряд проблем, которые мы тоже засвещаем, которые мы тоже не скрываем. Отношения между Казахстаном и Узбекистаном, надо сказать, что за последние пять лет улучшились. И вот все эти темы для нас очень актуальны и все эти темы очень интересны для наших зрителей. К слову, корреспондентский пункт агентства Хабар успешно работает в Узбекистане с 1998 года. Все эти годы наши журналисты оперативно и объективно освещают все важные события этой страны. Аселеб Дыкалыкова, Риадшуни, Санжар Шатуляганов, Хабар-24 из Узбекистана. Продолжаем выпуск. Жители столицы в очередной раз обеспокоены судьбой водоема Малый Талдыколь. Они утверждают, местные власти нарушили обещание сохранить озеро. Сотрудники коммунальных служб продолжают уничтожать уникальный природный объект. Ежедневно горожане становятся свидетелями того, как водоем постепенно засыпают. Удастся ли спасти Талдыколь в репортаже Сабины Балашкиной. За это хуап. Вы знаете, водоем из Малого Талдыкольа высасывали. Откачиваем воду. Мы с Малого Талдыкольа откачиваем воду. Кажется, все это не снимают. Откачают только воду. Нельзя. Кто сказал? Есть права у вас. Эти кадры, на которых сотрудники коммунальных служб откачивают воду из Талдыколя, местные жители сделали несколько дней назад. А эта спецтехника во время съемок попала в объектив уже нашей телекамеры. Видно, как автомобиль отгружает грунт прямо на берег озера. Это засыпается наше озеро. Это засыпается не просто грунтом, а именно строительным мусором. Мы буквально на днях видели, как отсюда выкачивают воду. Выкачивают не просто воду, а вместе с водой у нас откачивается вся живность. Акимат обещает одно, делается совершенно другие вещи. В Астана Генплан рассказали, озеро трогать не станут. Его сохранят в первозданном виде. По плану застроят только территорию вокруг водоема. Там появятся жилые дома, социальные объекты и парки. Но как эта масштабная стройка отразится на обитающих здесь животных, представить несложно. На стадиях генерального плана происходит изучение всеми специалистами. То есть специалисты привлекаются для изучения данного вопроса. Происходит изучение, происходит общественное слушание. То есть Управление природопользования проводит такие слушания, где собираются другие экологи и прочие заинтересованные. А если экологи, например, скажут, что у них все-таки плохая идея строить? Значит, она будет не реализована тогда. Если экологи скажут, что это действительно плохо, как тогда иначе? Нарушением хрупкого баланса природы обеспокоены и в Ассоциации биоразнообразия Казахстана. Талдыкольская группа «Озер» – система единая, говорят экологи. Осушение одного из них может нанести серьезный ущерб окружающей среде. Вслед за малым пострадает водоем большого Талдыколя. Вызывает опасение, что власти города и все уполномоченные, скажем так, ведомства максимально закрыты, не идут на такой вот открытый, дружелюбный контакт. Ни на одной из встреч они не показали каких-то, скажем так, никаких вразумительных доводов, а именно оправдывающих уничтожение озер мы не видели, не слышали. На защиту водоема встали и в Ассоциации практикующих экологов сотрудники объединения планируют пожаловаться на незаконные действия местных чиновников международной организации. Этот объект, он водно-болотный угодий. Но когда генеральный план столицы в 2016 году утверждали, эти участки они показали как земельный участок, то есть не как землю водного фонда. То есть вот здесь есть какие-то коллизии. Поэтому здесь нужно поработать, конечно, в законном плане. Талдыко – любимое место краснокнижных птиц. В период миграции здесь можно увидеть до 200 видов пернатых. Но в последнее время они стали прилетать сюда реже. Соседство с гремящими стройками и ревущими грузовиками их не устраивает. В прошлом году были пеликаны. Видимо, там еще была рыба. В этом году их уже нет, как видим, потому что его осушали. Экологи обеспокоены, что активная застройка вокруг малого Талдыколя может вынудить краснокнижных птиц искать себе новое место жительства. Они гнездятся в прибрежных зарослях озера, которые скоро могут превратиться в гигантские стройки. Просто, как сказать, животных лишат дома. Вот и все. Сейчас это место, где жизнь кипит, где есть вот это все, все естественные природные процессы происходят. То есть, если это все, как говорится, засыпать и уничтожить, то, понятное дело, это вполне логично, что все это пропадет. Чтобы строительство не нанесло урон окружающей среде, нужно провести комплексный анализ Талдыкольской системы озер, говорят экологи. Они предлагают приостановить стройку на год и дать им возможность заняться полноценными научными исследованиями. Важно, чтобы, казалось бы, благородные цели благоустройства мегаполиса не привели к разрушению уникального и естественного ландшафта столицы. Сабина Балашкина, Ержан Рахман Бердиев, Хабар, 24. В Аянаульском районе Павлодарской области активно занялись озеленение. Там идет массовая посадка деревьев. Местные жители говорят, зеленые насаждения, если и высаживались, то в малом количестве и хаотично. Чтобы восполнить пробел, местные власти выделили саженцы хвойных деревьев из питомника. Такой масштабной акции по высадке деревьев, говорят местные жители, здесь не было никогда. Разве что какая-нибудь организация раз в год высаживала по 2-3 деревца, да и те не приживались. В этом году за озеленение района решили взяться масштабно. Хотелось бы посадить больше сосен, а не тополей или иву. Хвойные дают в 400 раз больше кислорода, чем другие деревья. Это впервые, когда у нас открывают такой сквер и высаживают столько саженцев, выращенных по специальной технологии. Раньше мы высаживали деревья нашего национального парка, и многие из них не прижились. В рамках акции в районном центре высадили декоративные деревья. А в сельских населенных пунктах, во дворах школы, родители вместе с детьми посадили плодовые саженцы. К примеру, в селе Сатпаева 80% сельских жителей сами решили внести вклад в благоустройство. Это деревья смородины, вишни, сирени. Вот такое разнообразие. Люди отдают всю свою любовь и внимание, а значит, что эти деревья проживут еще много лет. Всего в Байнаульском районе в этом году планируется высадить около 6 тысяч деревьев, а подобные акции по высадке деревьев сделать постоянными. Сабидр Химбай, Карла Гашко, Сиетова, Самат Успанов, из Павлодарской области, Хабар, 24. И в завершение о погоде. На большей части территории страны синоптики объявили штормовое предупреждение. Пыльная буря ожидается в Туркестанской и Хазлардинской областях. Местами порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. В некоторых регионах будут заморозки. На востоке, севере и Ахмолинской областях столбики термометров опустятся до минус трех. Гроза прогремит на западе и юге. Вероятность схода снежных лавин по-прежнему сохраняется в бассейнах рек Большая и Малой Алматинки. В столице сегодня температура воздуха прогреется до 22 градусов. И к этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин